Всем привет! 4 августа в Дортмунде состоится международный турнир по греко-римской борьбе. В составе сборной России участие в соревнованиях примут два питерских атлета Александр Комаров и Марат Гарипов. Герой этого выпуска самый обаятельный татарин Санкт-Петербурга, чемпион России 2019 года Марат Гарипов. Тихо, 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 подожди, главное, что я говорю, мне дышать тяжело. Мы еще не сделали того, что мы должны, что нам предназначено. Давай много, не давай. Я за сборную, когда борешься за границей, нужно только в этой 2x бороться, потому что там у нас контракт с Asics. А у меня это найковские, в которых я обычно борюсь, а в них нельзя бороться. Поэтому приходится сейчас вот эти долгие достать, чтобы, так говорится, обкатать. Сегодня какой план? Мы только приехали с гор, Саня нормально, даже завершал. Сейчас, говорит, будем делать прыжки, сделаем, и потом уже на ковре. Сейчас посмотрим. Это я вчера просто идем пушком, с Эмином разговариваю, разговариваю. Мне дышать тяжело. Я говорю, тихо, 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 подожди, главное, что я говорю, мне дышать тяжело. В 9.59 они будут в утро. Когда? Да нет, 21 нету. Они туда в 10 прилетают? В 10 утра. А в Москву прилетают в 3. В 3. И номера рейсов есть. Вот можно, в принципе, мало ли на этот рейс есть. Тогда мы можем ничего не выигрывать, не проигрывать. Алло. Ну он утром вылетает в... Из Шереметьево. Из Шереметьево. В 8 утра, да? В 7.35. В 7.35 он вылетает, где сборная ждет. Пусть запиши номер рейса. Андрюш, запиши еще номер рейса. В Шереметьево номер рейса 25.36. А, ну все, ладно, я потом тебе дам. Ты мне... Сейчас я напишу, тогда. Напишешь, а я ему скажу. Так, сейчас. Готовы? Пум! А к нему судья подходит и бьет его по руке. Расприми руку. Расприми. А у него она по природе вот такая вот. Ты что, допуждение не получил? Он говорит, я вот не могу дальше его расприми. Я говорю, вот так, плечесы, увидишь, шумит. Готовы? Хоп! Брата пошли. Гево, 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 гево имей. Идем, гево, гево. Ходим, ходим, ходим. Ногами, 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 жестче. Еще, еще, еще. Готово. Еще, включай ноги. Стоп. Не прыгай, не прыгай. Да, баааа. Не прыгай, ногами, ногами. Дежурка, где ты можешь? Стоп. Стоп. Десять текун. Маловичку, да, дегу. Секолепку, ты угодно. Неколепку, номерку. Стоп. Стоп. Играет музыка 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 сгонки веса во время кросс сколько вообще оптимально после сбора время для пассива до пассива обычно либо если куда-то на соревнование едешь то в течение первых трех дней нужно ехать тогда вот этого тяжелого фона то есть падание не будет обычно начинается где-то 3 дней вот этот спад начинается длится где-то от 3 до 10 дней у кого основная же подготовка сейчас идет к чемпионату мира они от этого все расчет делают а вот эти турниры это как бы ну этап подготовки просто сейчас был базовый сбор загрузили и на этом фоне я думаю всех везут чтобы чисто проборолись именно на этом фоне а уже к чемпионату мира там к сентябрь это середине сентября для всех такой оптимальный поэтому я думаю с наверно с этим связано тебя это за последний период а такой старт по счету и надо был в болгарии боролся и вот сейчас для кого-то этапа для тебя рубеж на про бороться потому что уже сколько уже не боролся поэтому это мой нормальный бой а а а и 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 Русские народные поговорки знают, что почему глаз проморгается, в отличие от некоторых других человеческих органов. Природа так расположена, понимаешь? Я полный микрофон не могу сказать. Ну, потому что если что-то попадает в место, откуда рождается гетча, то оттуда потом появляется ребенок, а из глаза у тебя некоторые нюансы появляются. Все-таки в русских этих поговорках достаточно много мудрости. Я, конечно, не знаю русские поговорки, но это в первый раз я слышусь, честно. Если и татарские, и русские в семье, когда разговариваем, да? Да, да, бывший, старый, как бывший. Почему так получилось, что после России, которую проводили в январе, я так понимаю, что специально проводили в январе, а у тебя это всего второй турнир, хотя был чемпионат Европы, были европейские игры. Ну, видишь, съездил в Болгарию, проиграл в Степе в рожденном. Как бы для нас это был отбор, кто выиграет, тот едет на Европу. То есть, в Степе уступил, Степе поехал на Европу, на чемпионат Европы. А на европейских играх уже как бы там только олимпийские висажи, а моего веселого в сего не было. Поэтому эти два старта я как бы, получается, пропустил. Я, так скажу, что Россию выиграл первым, наверное, ну, хотя бы дать шанс побороться на большом европейском турнире. Европа и европейские игры все-таки это немножко другой статус. Ну, согласен, согласен. Ну, ворву все, наверное, сложилось ворву из-за вот этого турнира. Потому что Степа тоже, как бы, действующий чемпион мира. И сейчас действующий чемпион Европы, получается, тоже. Как бы, его просто освободили от чемпионата России. То есть, и в связи с тем, что я его выиграл, нам дали, как бы, вот эту сфанку. То есть, с этим связано. То есть, если бы я Степа выиграл бы, там, благодаря интернер, я бы поехал бы на Европу. На данный момент абсолютно понятно, открыта конкуренция в сборной. Никаких подводных там течений. Ну, кто выиграл, тот и поел. Кто выиграл, тот поел. Да, кто проиграл встречу, то есть нужно работать дальше. Взял этот анализ, сработанная защита. Ты понимаешь, чего не хватает, что нужно прибавлять? Прибавлять, да. Нужно именно... Я это уже давно понимал. На каждого соперника своя тактика должна быть. То есть, где-то там сейчас такая борьба, очень много тактик решает. Сегментарно. К примеру просто, не из-за того, что вот именно так. Нужно было забирать там, допустим, левую, ну, левую руку у него, а я забирал правую. То есть, он уже знает, что я забираю вот эту руку, он поэтому уже разворачивался в другую стойку и не давал мне эту руку работать. То есть, а мне нужно было там другое, допустим, либо тоже другую руку снизу просто пробить, и человек уже совсем по-другому раскрыть. И даже такие нюансы играют роль. Очень много, потому что тоже соперники также меня изучают, также мою тактику изучают. То есть, когда человек уже знает, как я борюсь, он элементарно в другую стойку встанет просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА